Как перестать критиковать и научиться терпеть? Нужно заняться самосознанием. Например, я вижу недостатки в человеке. Я, конечно, вижу со стороны. Ну, я говорю об этом честно. Что тут плохое? Я же честный человек. Я вижу и говорю. Нормально. Только ему не нравится, конечно, у нас из-за этого конфликт. Но это его проблемы. Правда, глаза колют. Я же правильно говорю. С этой точки зрения вы правы. Почему нет? Это факт. И все подтвердят. Точно так и есть. Только у нас не потом проблемы. Вот из-за него, конечно же. Но если вы видите недостатки в других, в другом человеке, и при этом заглядываете после этого себе в сердце, вы обнаружите другую картину. У меня есть ситуация чуть-чуть похуже. Вы всегда это увидите, если близко себя рассмотрите. Потому что мы в человеке издалека не все видим. Только то, что проявлено. Но если вы в сердце себе заглянете, по-настоящему, вы придете в ужас. Скажете, Боже мой, у меня мало времени. Нужно очиститься. У вас не будет времени кого-то критиковать. Вы будете видеть. У вас не будет энтузиазма критиковать, потому что есть задача другая. Разобраться с собой надо до конца. А вот когда мы с собой до конца разберемся, до какого-то, да, ну, хорошего уровня, мы обнаружим интересную вещь. Я вижу недостатки, но меня это не беспокоит, а вызывает некое сострадание, сочувствие. Я хочу помочь человеку. Видите, меняется отношение. Он ваш становится подопечный друг. Он вам спасибо потом говорит. Он к вам привязывается духовно. Он вам начинает тоже помогать, как что-то делать от души. Видите, как картина меняется сразу. Поэтому давайте займемся самопознанием. Это первая ступень. Серьезно. Попытаемся заглянуть себе в сердце. Мантра поможет.